вы молодцы правда хочется орать вообще на я это знаете вот об одном только теперь мечтаю чтобы у людей была возможность вообще к вам обращаться сколько мы тут живем мебельщики это беда всего ремонта там стукнули там шмяга там испортили пол там что делать я захотел с иваном на пицце да ольга здравствуйте здравствуйте прошло 7 месяцев с того момента как вы заселились квартиру 8 до это квартиру ли сделали мы наши ребята я бы хотел бы вам задать вопросы и чтобы поделились со зрителями с удовольствием отвечу что говорят ваши гости про квартиру но во-первых на что обращаю внимание у людей просто дар речь пропадает но это правда они заходят и с таким восхищением сначала такая пауза и только потом уже начинается ой а можно мы пройдем а можно мы посмотрим а это что какие цветовой как и вот все отмечают одно насколько качественно сделан ремонт вот изначально когда мой супруг предложил обратиться строительной компании он очень долго сидел выбирал прямо долго сидел в интернете копал смотрел и мы же вас тогда еще не знали и он не так с опаской стал предлагать и показал мне ваш сайт ваша работа ваш канал когда я стала смотреть я говорю послушаем это что-то нереально это что-то вообще это у нас а это в россии делает и он не горит подожди давай процент скажу процент и когда он мне озвучил среднюю цену дать сначала конечно я понимала что это не дешево вот но пересмотрев еще несколько раз ваши уже там предыдущие работы ваших заказчиков а я же это не в живу увидела а как бы на видео да просто смотрят я же не могла это подойти потрогать но уже через вот видео да я понимала насколько вы подходите вообще вот основательно насколько у вас инновационный подход вообще к ремонту и я однозначно могу сказать что но мое заключительное такое слово да что я ни капельки не сожалею вот а потраченной сумме на этот ремонт почему потому что у вашей фирмы force монтаж есть душа это правда вы работаете не только ради денег и не только ради того чтобы просто вот там собрать там много отзыва до клиентов вы реально работаете ради того чтобы доставить заказчику удовольствие вот это на сегодня дорогого стоит потому что сейчас такое время народ в основном это деньги 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 но сейчас такой мир да и я правда скажу я хожу вот сколько мы тут живем но это правда я говорю абсолютно честно потому что я мы здесь живем с июня месяца и я говорю андрей и посмотрите у меня мурашки у меня у самой мурашки я хожу грандри ну как хорошо какой-то молодец что ты их нашел ну как здорово я понимаю за что мы заплатили это это не просто качество это я не знаю вы как родные что лежа становитесь но правда я я теперь четко знаю что я буду обращаться только к вам если какие-то у меня будут новые там да возможно недвижимость новая я буду обращаться только к вам это сто процентов чего бы это не стоило потому что я знаю что в любой момент могу позвонить и мне всегда придут на помощь да то есть вы всегда отреагируете особо хочу иван отметить потому что да это просто это это вот просто вот движок такой который я знаю что я всегда но могу рассчитывать на его помощь поэтому нос слов благодарности мало то с этим не закончится никогда потому что хочется все время говорить о том посмотрите как какие углы ведь к нам же многие приходят до люди и они год нет а как это возможно как возможно было так ровно сделать углы приходил строитель к нам один объекты строят только такие не жилой фонд а не жилой фонд и он даже с замерами пришел там со своими инструментами он не мог поверить что вот так все идеально нет я все равно как специалист я найду да я найду вот какой-то но я не знаю что это ревность было или что и вы знаете он и нашел потому что проходил с инструментами замерял грел нет вот просто идеально респект форс монтаж респект это правда спасибо я захотел с иваном на пицце да мы троим уже дали ваши контакты я не знаю то есть одна у нас подругой в монако живет как вы будете решать эти вопросы если она к вам обратиться это уж я не знаю вы сами как-то она сказал что она только вас хочет но я имею ввиду услуги ваши вашу работу на сегодняшний день если сказать где мое самое любимое место если спросить в этой квартире у меня все здесь любимое и я так прям вот ревностно тоже отношусь к вот к нашей квартире прям я вот прям пылиночки хожу задуваю и не только из-за того что тут вот убираются мне надо будет вновь убираться то не дай бог чтобы что-то поцарапали потому что все такое красивенько все такое качественное все такое идеальное вот одним словом идеально но это честно ну вот я хожу я просто но мне комфортно мне уютно ольга скажите насколько ремонт было вашей жизни 3 3 ремонта но я после вот данного ремонта я не могу сказать что там были ремонт там-то пародия на ремонт было чисто просто пойти поклеили обои там что-то но вот что еще хочу отметить вот вашей фирме насколько сотрудники да то есть вот насколько вы чувствуете заказчик вернемся к ванну да почему я его особо отмечаю вот я же женщина блондинка я вижу это по-своему там своих красках вот я хочу так иван очень корректно очень интеллигентно дает мне понять давал мне понять что лучше сделаем так почему вот потому что потому-то потому-то да и я сейчас вижу что он был правда то есть вот я например там хотела вот так чтобы но он приносит светильник я не хотела чтобы они так были иван очень корректно объяснил да что их можно подвинуть там все будет красиво мы здесь заделаем здесь вот не будет этого видно не будет этого но вот посмотрите результат на идеально вот одним словом поэтому то есть чувствует заказчика да потом опять возвращаюсь к стоимости ваших услуг да если ты хочешь купить бренд какой-то до брендовую сумочку там или одежду по себе и я понимаю что если я приду на рынок условно да то есть это будет копия я заплачу копейки за это но но это будет подделка если я хочу бренд качественный чтобы он носился чтобы он узнавался я пойду в бутик правда я буду покупать у первоисточника согласно вот соответственно кто вы для меня да вот тот самый бренд а я хочу жить спокойно да я хочу просыпаться чтобы у меня штукатурка не отваливалась да и я всем говорю да то есть кому кто приходит и смотрят ремонт нашей квартире ваш да то есть но ни у кого не не остается вопросов больше я бы хотел задать вопрос тебе иван по поводу взаимодействия когда проекты идут быстрее и слаженные проекты идут быстрее слажен никогда с заказчиком взаимопонимания обстоит то есть вот как у нас же к династии то есть есть я предвижу какую-то проблемку докладываю заказчику что есть такой момент если заказчик оперативно это все решает соответственно и все дальше идет более-менее гладко ольга сегодня просто великолепные слова сказала и прямо либо та же самая династия да то есть алексей просто позитивно заряжает мне допустим с такими заказчиками просто наш хочется делать для них но это все все одно что в жизни есть люди с кем взаимопонимание и хочется дружить общаться она скажем же возможно ли то есть делать качественно и очень хорошо в ситуации какой-то депрессивный но у нас выхода нет но в любом случае нужно все сделать вот как бы тебе хотелось работать в ситуации постоянную нервотрепки нет конечно требуется да на стрессе да да то есть соответственно результат будет плохой ну соответственно заказчики у нас очень добрые милые люди ольга виктор у нас андреем несмотря на то что мебельщики на восемь месяцев все растянули комплектацию объекта все на позитиве у нас оставались только плинтуса но все равно я как нужно постоянно здесь все там решаем контролируем мебельщики это беда всего ремонта там жду или там шмякали там испортили пол там что делать за что вы больше всего переживали и что больше всего доставил неприятности во время ремонта только за доставку мебели все нервы они мне потрепали это честно и вот я хотел задать вопрос сколько месяцев вы не могли заехать в квартиру из-за как раз вот проблем с поставкой мебели к сожалению восемь месяцев нам пришлось прожить в отеле гостинице мы ждали пока нам доставит мебель то что развязали то одно привезли нам это не подходит по замерам там не не совпадало тот свет не тот был ну в общем да с мебелью были проблемы но вот случилось так как случилось к сожалению вот поставщики мебели создали вам немало проблем и нам то есть вы не могли двигаться дальше потому что но не хватало там мебели там них но вы понимаете если уж мы начали про мебель у нас сейчас как раз скажем так на 10 лет работали пришло сознание что лучше закрывать все вопросы в одном месте как раз у нас появились комплектаторы которые оказывают эту вот услугу то есть проверенными мебельщиками то чтобы заказчику уже не пережила удобно чтобы у нас у нас же процессы все встают из-за этого здесь сколько у нас вставала все это правильное решение то есть и вот собрать именно вот команду то есть этим делом всем управлять соответственно поставщиками чтобы заказчику да и всем то это и в наших интересах и ваших интересах быстрее закончить ремонт и сделать на хорошем уровне здесь у меня вопрос хотели бы вы чтобы с вас сняли нагрузку ли вы все-таки сами хотите закупать вот лично я хотела бы да то есть для меня комфортно для меня комфортно видимо может быть в силу того что я загружена своей работой конечно мне но доставил бы огромное удовольствие и удобство да если бы я приехала и все уже было сделано я думаю что да это было не было бы этих разборок по поводу подрезки там наборов мебельных вот для меня вот как для женщины мне вот это совершенно не нужно да я еще хочу отметить почему все-таки вы профессионалы потому что вот здесь иван сказал да что когда вскрывали вообще то есть тут стены ломали да то есть было все в ужасном состоянии несмотря на то что это новый дом до застройщика до единственно что он сказал полы так более-менее поэтому ну вот как бы я тут не напрягалась и я бы никогда бы так не сделала привлекая там своих знакомых которые ходим мало мальчики понимают в ремонте да то есть мы могли бы подключить друзей и ну как бы и совместными усилиями бы сделали бы но вы понимаете да чтобы мы сделали вот поэтому так бы мы не сделали никогда я еще раз говорю на сегодняшний день я считаю что у вас нет вообще конкурентов вы лучшие вы первые вы у вас есть душа мне это очень важно вот нужен ли дизайн проект для ремонта я считаю что да а вот я вам показывал более продвинутый красот с трубами со всеми вот этим прорисованными вот на тот момент этого же не было да вы знаете вот я еще на эту тему даже не ду я не знаю если вы будете делать ремонт допустим потом новая да там недвижимость вы это имеете ну да то есть грубо говоря я к тому подложу что это простой плоский 2d проект меня мне отражено очень много таких деталей а когда проект полноценный который я вам показываю то получается и скорость и то есть интеграция всех вот этих вот экономит время надо экономит ваше время то есть вы не будете жить 7 месяцев где-то там опять в гостинице но я считаю это вообще да вот это и есть наверное инновационный подход то чего видимо мало у кого есть или нет вообще ни у кого я не знаю больших стройках есть на больших но наверное да я с вами соглашусь и я бы наверно выбрала бы вот второй вариант все-таки главное чтобы красиво снаружи да понятно да так это я доверяю я вам доверяю вашей фирмы спасибо спасибо мы с ольгой говорили про бим проект и ты тоже виду раньше по таким проектам не работали сейчас вот все хотим интегрировать их в стройку что скажешь ускорит ли такие проекты стройку конечно ускорит меньше согласование будет потому что тут все и ясно и понятно я что куда и как это и облегчит расчет материал сад само собой в любом случае ускорит от ремонта усмотрит дальше добавлю получается и заказчику надо меньше будет вникать терпеть какие-то не кайф на берегу все согласовано смысл задавать лишние вопросы ну что я хочу поблагодарить ивана за то что в очередной раз поддержал статус компании вытащили мы потом когда все изменим у нас гораздо лучше все пойдут процесс изменим с помощью проектирования новых технологий позитивного настроя с помощью таких заказчиков как ольга и андрей их слова на самом деле дают такой заряд и хочется жить чтобы вы порекомендовали людям которые не делали ремонт вообще зрителям которые хотят сделать ремонт понятно что обратиться только к вам и я об этом говорил говорю и буду говорить вот это первое второе я наверное бы попросил я порекомендовал бы наверно прислушиваться к специалистам к профессионалам таким как вы прислушиваться не мешать вот самое главное не мешать до ключевой момент не мешать вы же тоже для заказчика работе хотите чтобы заказчик был доволен часто такое бывает что заказчик начинает вносить свои какие-то коррективы а потом говорит ой ну а я думал вот я я по-другому да я ждал что другой будет ну вот как бы исход этого события до этого ремонта так ты бы не мешал бы сделали бы так как все-таки у вас же есть видение как у профессионалов правда же да к сожалению вот у нас есть один объект где эмоциональный фон он очень сильно сказывается на производстве вот я с вами еще встретился и вы бы заряжаете понимаете дата на победу вот это я благодарю вас у ивана допустим сейчас есть там же к династия заказчик алексей до 15 года смотрел он тоже заряжает но если у нас там другой объект я там просто постоянно негативит 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 все там все сыпется из рук к чему я потому что влияние заказчика то есть очень сильно сказывается на проекте хочешь жить позитиве то есть люди если не приходят но с нормальной душой то есть они сделают для себя то есть максимум слушайте я вам прям вот всем сердцем всем душой всей душой желаю чтобы вы в своей жизни встречали вот только благодатья и людей способных увидеть ваш талант и вы обладаете просто вот каким-то необыкновенным качеством совместить ваш профессионализм с общением да то есть я же говорю что для меня очень важно что это не просто зациклено все на деньги сейчас так мало вот этой искренности и когда я встречаю в лице фирмы ну кто для меня фирма force монтаж фирма которая занимается своим делом профессионально но сейчас я понимаю что ну прям хочется с вами там встречаться общаться хвалиться своими достижениями да и своим вдохновением которыми я в этой квартире происходит поэтому я вам желаю благодарных людей искренних людей и тех с которыми вы будете в дальнейшем взаимодействовать которые способны будут вас тоже воодушевляют спасибо огромное я вам тоже самого сказал ты тоже пожелал спасибо я не знаю что спрашивать все у меня все хорошо да пожелали друг другу спасибо вам в общем большое огромное да я вас тоже душу которую вы не знаю открыли как сказали я просто я сказала как есть искренне да вы молодцы правда хочется орать вообще на я это знаете вот об одном только теперь мечтаю чтобы у людей была возможность вообще к вам обращаться потому что в нашей стране сложно зарабатывать такие деньги поэтому